Шатару ставили, она в каких-то вот... Видели, что он останавливается на различных городах, которых нету в мире. Называет нации и народности, которые совсем противоположны друг другу. Вместе с мусульманами, в которых фигуруют... Он называет арабов, называет другие народы. Но самое главное, какое-то классное у него окончание. Это такой просто выдержанный с точки зрения патриотизма и гуманизма, чисто философский. Ведь эти скитающиеся, видите, с тигровой шкуры... Тигровый... Вопрос заключается в том, что скитание, вот вы сказали, Ардачиты, сколько скитались мужчин в поисках своей любви, своей красоты. Это великолепное описание природы. Все же Шатару ставили. Преподносят нам величайший урок политического гения того времени. Заканчиваются, помните, три витязя со своими любимыми женщинами. И ходят они друг к другу в гости. Все вспоминают. Понимаете, и никакой подчеркивания разницы между ними. Это чистое равенство. Это, понимаете, это гимн равенству народов. Он оказался намного прозорливее. Он, с точки зрения куманизма, он опередил те бурные события средневековые, которые прошли в Европе. Вот за это мы должны любить Штару ставили. Понимаете? Но, конечно, и больше всего должны гордиться грузинский народ. Именно этим его величие. Потому что он, те ренессансные вещи, которые потом скажут многие другие гении, чуть раньше до них сказал это великий Кирилл, Константин Кирилл, философ Балагарский. Но в то время это было совершенно непонятно. Не по последствиям. Поэтому я вас поздравляю с праздником. Гордитесь, радуйтесь и величие Штару ставили и своему народу. Прекрасной природе Грузии. И молим Бога, чтобы все было хорошо у грузинского народа. Спасибо. Уважаемые послы, уважаемые друзья, уважаемый Александр, ведущие. О Грузии, как говорится, я не знаю по ненаслышке. Я был там в Грузии. И действительно, все, что с Грузией связано, это спорт, это прекрасная еда, это прекрасные люди. И поэтому в этот праздник, и очень приятно, что вы чтите этот праздник, да. Я вас поздравляю, поздравляю весь грузинский народ и, конечно же, болгарский народ вместе с вашим праздником. И спасибо за такое вот поздравление. Спасибо. Успехов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Мы хотели бы отметить еще одного человека, правда, сегодня он по уважительной причине отсутствует, он уехал, но это ректор УЛИМ университета. Я знаю, что здесь присутствует его заместитель. Есть она? Да. И мы бы хотели, чтобы она вышла на сцену, и мы бы На протяжении уже шести лет у нас в их заведении существует грузинский класс, который с какой-то периодичностью мы пытаемся его вести. Сейчас у нас просто преподаватель, который ведет грузинский язык по воскресеньям, она в отъезде до мая месяца. Поэтому мы пока приостановили работу. Но самое главное, что там оформлен класс, грузинский класс так и называется, да, по-моему, у вас он так. И мы бы хотели просто то скромное подчеркивание своего уважения к этому человеку, который тоже на безвозмездной основе, просто из любви и уважения к другим народам. Просто вышел сам с инициативой создания таких классов. Там есть многие классы, есть азербайджанские классы, есть арабские, асирийские, там, ну, немецкие, там, в общем, большая количества. И мы бы хотели просто дать уважение этому человеку, а с дать большое спасибо и нашу благодарность. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Аугуста, на следующий год мы вас приглашаем на День грузинской культуры в Кожушне. Спасибо вам большое. Мы рады познакомиться с вами. Мы не прощаемся. Спасибо. Успехов вам. Ну, это обязательно. Но мы также хотели подчеркнуть еще уважение и большую благодарность биомежитетических отношений. К сожалению, сегодня по техническим причинам не смог присутствовать директор Олег Бабенко, который за последние полгода сделал какие-то тетанические усилия по сдвигу как-то в сторону каких-то движений всех организаций. И большую ему благодарность. Мы это письмо ему передадим. Спасибо большое. А сейчас я хотел бы просто-напросто еще раз напомнить, что мы здесь отмечаем 850-летие поэта Грузии. И с большим удовольствием я хочу предоставить слово одному из старейших наших членов диаспоры, Одному из первых руководителей диаспоры грузинской здесь в Молдавии. Это Джумберу... Вы... Джумберу Кяночку. Вы выйдете? Джумберу Кяночу Тодова. Я думаю, особо представлять его не надо для большинства. Это очень знаменитый наш грузин, который здесь проживает уже на протяжении многих десятилетий. Добрый вечер. Здесь очень много сказано о Шатару Ставеле. Шатару Ставеле принадлежит не только Грузию, а всему мировому культурному сообществу. Эта книга издана многих-многих государств. Очень приятно, что мы сегодня отмечаем 850-летие со дня рождения. Но я хочу сказать, что я был участником 800-летия праздника юбилея Шатару Ставеле в Молдове. К нам приехала грузинская делегация. Вообще тогда со всех республиках Советского Союза проводились эти мероприятия. К нам приехал профессор института педагогического, досент госуниверситета и герой соцтруда вагоностроительного завода, если не ошибаюсь. Вы знаете, в нашем районе, тогда Белорусский район, очень приятная, душевная встреча состоялась. Что мне запомнилось, профессор читал Шатару Ставеле на грузинском языке и на русском языке наизусть в течение 20 минут. Вы знаете, люди были в восторге. Этот я никогда не забуду. Ну, вы знаете, 50 лет живу и вспоминаю вот это мероприятие в Молдове. Второй у меня книга, уникальная книга, это юбилейная книга, изданная в Германию на грузинском языке. Шатару Ставеле. Она очень уникальная, очень красивая. И это получил от имени президента Грузии 2007 год в Тбилиси на собрании или на конгрессе грузинской диаспоры. И хочу, здесь было сказано, когда человек написал этот поэма о любви, о героизме, о шедрости, о дружбе и так дальше. Книга, когда читаешь, книгу, когда читаешь, настоящий аформизм. Каждый куплет буквально говорит что-нибудь о чем. Вот, например, на грузинском языке. Мы говорим, мы говорим, мы говорим, все в короле в задах, и так. Расскажем, сенья, рассрайд на каргулия. Что прячешь, попрячешь потерянно, что раздашь, вернешься от слова. И я героизме, что сослался на взрыв, сегулистой халавани, и так дальше, и так дальше. И хочу внести предложение одно. Я занимался в 2004 году, обратился в письмо от имени Диаспоры в мере города, чтобы одну из улиц назвали именем Шотаруставили. Я получил ответ, чтобы я обосновал. Но, к сожалению, я не мог найти такое обоснование. Может быть, это моя вина. Но сейчас позвали, случайно, что у нас есть посольство здесь. Диаспора уже окрепла и крепко стоит на ногах. Надо обратиться еще раз. Это наш долг, потому что у нас неплохие отношения между Молдавией и Грузией. Я думаю, что это надо довести до конца. Спасибо. Спасибо, Волгова. Спасибо. Спасибо. Время, которая хочет, вовремя, в спину, в нашем уosh�але, приходит рапсодия, которая должна interpretать у мелодии очень традициональны, на самом деле в мере «Зиуа на нащече». Это называется «Мрава алжамие». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok